Привет ребята, меня зовут Антон и мы продолжаем проходить легендарную РПГ под названием Готика. Итак, сейчас я дошел до лагеря старого, вот сюда нужно было вернуться просто для того, чтобы мы попали в старую шахту. Старая шахта у нас находится вот где-то в той стороне, вот сейчас карту открою, чтобы вы могли проверить. Пожалуйста, то есть нам сейчас нужно идти через лес. Замечательно, заодно, кстати, мы научимся с вами разделывать животных, что я по какой-то причине вообще упустил. Неизвестно какой, вообще непонятно. Я думаю, если даже этот придурок за нами будет идти, то я просто его тюкну. Да, он сам напрашивается, просто-напросто. Мы вышли с территории города, поэтому ему не поздоровится, это точно, рано или поздно. Так, по-моему с тобой. Ты ведь охотник. Похоже на то. А что тебе нужно? Я могу научить тебя нескольким хитростям, но все здесь имеет свою цену. Давай. Для начала, один добрый глоток пива. А там посмотрим. Угу, без проблем. Надеюсь, ты что-нибудь полезное подскажешь, что нам принесут пользу. Падальщиками мы называем этих больших птиц. Атаковать их нужно поодиночке. Довольно легко выманить одного падальщика из стаи. Когда ты подойдешь поближе, птица сперва забеспокоится, а затем помчится на тебя. Ты должен уже ждать ее с оружием в руках. Если тебе удастся нанести удар, прежде чем тварь укусит тебя, не останавливайся, продолжай драться, и ты одержишь победу, не получив ни единой царапины. Если же она ударит тебя первой, ну не стоит до этого доводить. Хорошо. Могу, но пивом ты тут уже не отделаешься. Если знаешь как, то с убитой твари можно снять шкуру, забрать клыки и когти. Это не так-то просто, но подобные трофеи высоко ценятся. Любой торговец с радостью купит их у тебя. Мгм, даже так, да? И все, конечно же, имеет свою цену. Так, добывать кожу, когти, клыки. Клыки это фигня, я думаю, надо самое дорогое брать, да? Что ж, волков мы достаточно редко встречаем, поэтому лучше добывать кожу, наверное. А давай. А если я захочу снять шкуру с рептилией? Для этой цели подходит разве что шныги да болотажоры. Нужно подрезать шкуру по краям, и дальше она слезет сама. Вот и вся наука. Даже так, да? Твои советы стоят недешево. Но с их помощью ты заработаешь немало руды. Туша зверя, которую ты не умеешь разделывать, просто сгниет без пользы. А ты потеряешь возможность задорого продать его шкуру. Выходит, ты рисковал зря. На твоем месте я постарался бы научиться всему как можно быстрее. Блин, ты меня соблазняешь, чувак. Хорошо. Может быть мы ходим кругом? Заткнись. Негодяй. Что у нас вообще можно продать? Что у нас можно продать? Да в принципе много чего можно продать. Давайте мы так и сделаем. Так, Дракс, давай-ка. Так. Так, начнем же. Как снять шкуру? Начинать следует с задней части туши, двигаясь к голове. Главное подцепить ее, дальше все будет легко. Мех стоит очень дорого. Одежду делают из шкуры волка или мракориса. Присмотревшись к меху, ты поймешь, годится он на что-нибудь или нет. Угу, хорошо. Как добываются клыки? Главное не сломать их. Поставь нож примерно на середину зуба, у самого основания, и как рычагом выковырни его. Клыки есть у волков, глорхов и мракорисов. Угу, замечательно. Как добываются когти? На самом деле это очень просто, если ты знаешь, что и как делать. Нужно просто отогнуть коготь вперед, только не назад. И не пытайся его выдергивать. Разумеется, в дело идут далеко не все когти. Чаще всего мы добываем их у ящериц. Ну вот, я рассказал все, что знал. Ну и спасибо, братья у меня. Я сомневаюсь. Давайте сохранимся. Так, еще бы найти, где мы в последний раз сохранялись. Ага. Так. Вот, 14-й слот сейчас сохраняемся. Ох, как супер. Все, теперь можно топать в лес и, соответственно, в старую шахту. Мы теперь обучены по полной программе. И можно хоть что-то получить. Правда, не с падальщиков. Падальщики вообще бесполезные существа. Абсолютно. Но у нас будет возможность разойтись. Че это они там возбухают-то? Мне это совершенно не импонирует. Их возмущение. Так. Кротокрыс. С тебя мясо тоже особенное. Так, я сказал, мясо бери. Будь добр. Так, так, так. Серафис. Прекрасно. И, конечно же, тут надо все собирать обязательно. Потому что тут много полезных вещей валяется. И че-то FPS начал проседать. Да, это игра неоптимизированная. По полной программе. Ну, это не беда, как говорится. Иди сюда. Так. Все, оживающих больше нету, да? Ну, тут обязательно. Тут крылышки, которые продаются хорошо. Очень хорошо продаются. Так, отлично. Он сам подойдет, если надо будет. Главное, что мы их всех перетюкаем. Вот другое дело. Хах. Наваримся, друзья. Наваримся мы на таких вещах. Очень хорошо. А это там кто валяется? Падальщик, что ли? Которого тюкнули до нас. Да, это падальщик. Ну ладно, два куска мяса халявных. Это тоже неплохой вариант, я бы сказал. Так, здесь волки. Знаете что? Давайте-ка мы к ним. Ах ты падла. Так. Еще много опыта дает. Ух ты, еще один. Да сколько ж вас тут? Так, так, так. Вот другое дело. Волчья шкура. Ценность 10 монеток всего. Что-то как-то маловато. Но, ладно. Зато можно по 30-ке руды делать с каждого. В принципе, ориентировочно. И опыта получили приличное количество. Но, окей, надо восстанавливаться. Надо восстанавливаться. Раз на то пошло. Хорошо. Целительные травы. Давайте пожрем. Вот, отлично. Понасобирали мы с вами этих трав. Что, кстати говоря, хорошо очень. И, наверное, это лес такой. Проседающий, я бы вам сказал. Так. Опыт почти халявный. Зайцы, бери, не хочу. И мясо, и экспириенс. Все есть. Все есть. Только собирай. Опа. Каменный корень. Так, и мы с вами вообще правильно идем? Давайте сверимся с картой. Да, мы идем правильно. Но мы с вами отошли от главной дороги. Надо на нее выйти. Так. И лучше, конечно же, вот так пойти. Ах ты. Ну, теперь другое дело. Так. Место ваше. Оно мне пригодится. Однозначно. У нас скоро так новый уровень будет. Сколько там осталось? Ага. Да, скоро будет новый уровень. А там уже и прокачка. И так далее. Кстати, я изучил способность владения одноручным мечом. Теперь 5%. И у меня персонаж держит его одной рукой, а не двумя. Что, как бы, достаточно большой прогресс, я бы вам сказал. Так. Хорошо. Тебя с помощью арбалета мы. Что ж ты будешь делать-то, а? Супер. Ох, опасно. Убирай. Мне вот эта дорога очень не нравится через лес. Здесь очень много монстров, которые не столь дружелюбны к нам, как могло бы показаться. Но это лес, опять же, что? Что еще можно было здесь ожидать, в принципе? Так, ты тут пасть не раззывай. Не раззывай. Не раззывай пасть на меня. Это не есть хорошо. Так. И там трава была. Можно было ее взять, конечно. Но, я думаю, смысла нету. Опачки. Так. Там динозаврики. Давайте мы на всякий случай сохранимся. Так. Мы в 14-м сводить. Теперь 15-й пускай будет. Начнем с арбалета. Рановато. Рановато. Рановато мы к ним полезли. Но зато, чувствуя, с них можно шкуру ту еще снять. Но травку мы возьмем. Иди. Ах ты. Не, по-моему, не стоила она того. Травка эта. Все. Уходим отсюда и не агрим. Нафиг их. Всех. Они еще пока что не для нас. Мы не доросли до таких монстров. А вот этих товарищей можно спокойно выносить. Так, замечательно. Потихонечку так, по 50 опыта. Там накапает уже. Само по себе. И. Я сюда приду все-таки. Просто потому что. Тут 150 опыта у меня на дороге. Так, прекрасно. Арбалет это чудесная вещь. Универсальная. И очень, очень. Безопасная. По крайней мере, на определенных мутантах. Вот если бы мне еще найти, где можно было бы прокачать умения арбалета. Как, например, владение одноручным мечом. Чтобы мне арбалет стрелял точнее, сильнее и так далее. Вот это будет действительно круто. А так пока что нет. Немного неподходящее. Так. Нам куда вообще? Карта. Будь добра. Все. Мы пришли. Вон она, шахта. Старая. Прямо у нас как раз на пути расположена. Красотища. Да, голубик. Я от тебя не буду отказываться. Ты нам кое-что все-таки восстанавливаешь. А это уже круто. А это уже круто. Так. Спасибо. Спасибо. Спасибочки. Ух, сколько тут всего-то, блин. Ну, надеюсь, тут NPC не так много. Наверх мы не полезем. Потому что бессмысленно. Здесь, наверное, никого нету, да? Если я все правильно понял. Да, здесь никого нету. Потому она называется старой шахтой. Потому что тут особенно нечего ловить, да? Вот оно как. Руда. Но руду, наверное, с помощью кирки нужно добывать. Которой у нас, конечно же, нету, да? Мы ее продали. Да, кирку мы с вами... Подождите. Это дубина простая, это не кирка. Увы. Факел. Факел. Отлично. Так. Неприятно все это. Ой, как неприятно. Так. У нас тут целая шахта, однако. Что это такое валяется? Грибы. Ну, конечно же, толку от них не так много, да? Насколько я понял. Что ты можешь сказать о шахте? Ну, сейчас мы с тобой находимся в главной шахте. Вниз уходит целая система платформ. Руду добывают повсюду. Но следует остерегаться ползунов. Их здесь тоже хватает. Внизу у нас находится плавильня. Часть руды мы переплавляем здесь же для собственных нужд. Понятно. Увидимся. Больше ничего интересного нам не поведает. Ты. Ты. У тебя есть что? У меня есть все, что тебе нужно. Ага. Так, значит, ты мне что-нибудь сейчас полезного можешь дать, да? Болты. Болты. Ну, учитывая то, что они нам пригодятся теперь, то уж точно. Так, от себя мы можем продать ему шкуру. Все, что мы успели нафармить. Где это у нас? В разном, да, получается. Ну, да. На болты нам точно хватит. Давайте же продавать их. Коль на то пошло. Сто. И давай двенадцать еще. Нет. Давай. Давай. Ты нам в факел будешь продавать еще. Во. Вот так вот. Давай так. Все, спасибо. Души. Сюда можно? А, это просто стражник, да? Все, я сюда как бы заходить не собираюсь. Понятненько. Я думал, ты со мной поговоришь. А ты не такой, да? Проснись. Я ищу логово ползунов. Поговори с горновидом, горнокошем и горнобаром. Они знают о ползунах куда больше, чем я. Увидимся. Да пробудется спящий. А где мне их найти, интересно, этих? Горно, горна, горна. Неизвестно, да? Ну, по-любому спускаться нужно по лестнице, скорее всего. Да, точно. Только так. Чем-то мне напоминает чумной город или как-то так из этого... из Дарк Соус. Вот. Шикарно. Но экспириенс, конечно, в этой пещере тот, еще я вам скажу. Пришло время использовать все наши навыки, которые мы ранее получали. Как же здесь много грибов растет-то? Это жесть. Опачки. Вороньи травы. Еще. Много тут трав. Ну, окей. Тут, в общем, наша главная задача не упасть. Да? Чтоб все было круто и замечательно. Я думаю, все эти гуры... Гуры. Гуры. Будут где-то рядом, скорее всего. Но это ориентировочно, я могу ошибаться. Как дела? У меня есть для тебя работенка. Если ты отвлечешь арона от сундука, я дам тебе 10 кусков руды. Увидимся. Да, конечно. Свои 10 кусков, знаешь, ты можешь себе куда засунуть. Чем ты за ним... Слежу за тем, чтобы рудокопы вроде с... Хорошо. Слушайте, давайте мы сохранимся и попробуем покуролесить. Вдруг прокатит. И попробуем его сейчас отвлечь. Меня прислал Ян. Ты должен отправиться к нему немедленно. Что ему нужно? Так. Он накажет тебя за твою лень. Ну, не впервой. Проваливай. Кто за сранец? Давайте попробуем еще раз. Меня... Что ему нужно? Так, что ему нужно? Он хочет наградить тебя за хорошую работу. Да ну! Правда! Да елки-палки. Так, еще раз давайте попробуем. Мне кажется, то, что с Яном это правильный вариант. Не прис... Что я... Понятия не имею. Понятия не имею. Наверное, он сам тебе скажет. Не думаешь же ты, что Ян будет делиться со мной своими планами? Ладно. Тогда я пойду к нему. Все, давай тупо отсюда. Чем быстрее ты отсюда свалишь, тем лучше будет. Так, понятненько. Ты должен мне 10 кусков. Вот. Ты заслужил их. Да, и вот еще что. У меня есть ключ от его сундука. Для тебя... Всего за 30 кусков. Ну, порыга какой, а? Я сказал 30. Увидимся. Да, конечно. Засранец. Ах ты, падла. Хороший бой. Так. Короче. Нафиг этот квест. В попу его. Все равно он нам ничем не поможет. Конкретным. Только геморрой один доставляет. А 30 кусков у нас все равно нету. Поэтому париться особенно. Смысла нет никакого. Так. Что там тоже... Что-то на крыше лежало. Немного непонятно. Окей. Ладно, не будем заморачиваться по такому поводу. И где эти все идолы? Что-то не понимаю я юмора. Опа. Вороньи травы. Они, наверное, тоже нам хп восстанавливают, да? Если я все правильно понял, конечно же. Так. Что хранится? Не твоего ума дело. Ты уже давно здесь стоишь. Наверное, хочешь пить? Угадал. Мне бы сейчас не помешал большой глоток чего-нибудь крепкого. Есть с собой что-нибудь? Ну, типа есть. Держи. Прихватил специально для тебя. Спасибо. 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 Ну, а теперь... Что же все-таки хранится на складе? Несколько сундуков, где мы держим припасы. Правда, ключ от них все равно исчез. Исчез? Да, и полагаю, что винить в этом следует Алифа. Этому парню нельзя доверять. Хорошо. Выманим мы тебя чуть попозже, если понадобится. Я серьезно? Без шуток. Алиф, Алиф. Граймс. О, новенький. Пробовал когда-нибудь добывать руду, парень? Нет. Ты здесь давно? Я здесь уже почти десять лет. Поверь мне, за эти годы я много понял и многому научился. На мою долю выпали тяжкие испытания, но, как видишь, я уцелел. Давным-давно мы работали на заброшенной шахте. Теперь она опять пустует. Балки наверняка уже обрушились. Но это всего лишь стариковская болтовня. Хорошо. Ты уже наверняка слышал россказни о разных планах побега. Я знаю, что тебе не терпится сбежать отсюда. Но позволь, я дам тебе один совет. Не думай об этом. Лучше оставить все мысли о побеге. Я видел тех, кто пытался пройти через барьер. Поверь мне, он остановит любого. Не повторяй их ошибки. Я не собираюсь до конца своих дней ковыряться в шахте. Тебя никто и не заставляет. Возможно, ты станешь здесь большим человеком. Как знать. Ты можешь многого добиться. Но это не важно. Барьер все равно остановит тебя. Понятно. В общем, ничего. Желаю удачи. Тебе тоже, мой мальчик. Тебе тоже. Ничего интересного он нам не сказал. Ян и Альберта. А у тебя что есть? Ага. Так. Давай-ка ты нам дашь сейчас 21 кусок руды. Вот так. А мы тебе взамен... Так. Блин, по дешевке все это продается безобразие вообще. Просто. Болотник. Так. Все беспонтовы, да? Давайте один гриб. А ты мне давай 22 куска руды. Засранец. Ты ведь Ян, начальник шахты. Да, я Ян. И это моя шахта. Так что ничего здесь не трогай и ничего не сломай. Хорошо. Расскажи мне о шахте. Если захочешь побродить здесь, смотри в оба. В пещерах полно ползунов, так что лучше оставаться в главной шахте. И не приставай к стражам. Пусть даже они просто шляются здесь с важным видом. Все равно нет никого лучше них, когда дело доходит до драки с ползунами. Буду иметь в виду. Ладно, у меня есть дела. И вот еще что. Не отвлекай моих парней от работы. Я просто поброжу здесь немного. Так. Где-то здесь должно быть логово ползунов. Я думаю, таких здесь не меньше дюжины. Слушай, мне нужно добраться до логово ползунов. У меня сейчас нет времени. Пресс не работает. Чертова шестеренка сломалась пару часов назад. Я понятия не имею, где искать новую. Давай так, ты находишь мне шестеренку, а я помогаю тебе. Они пойти были тебе в жопу. Шестеренку? И где мне ее искать? Представления не имею, так же как и ты. Но в боковой шахте есть старый пресс. Может нам повезет и там есть такая же? Ну ладно. Я просто осмотрюсь немного. Только чтобы от тебя не было никаких проблем. Хорошо. Уж постараюсь. Но ничего не гарантирую. Так что не надо мне тут потом говорить, что я ничего не обещал. Так, нам сюда, да? Ага, вот наша крыша. Что тебе известно о ползунах? Где-то должно быть их логово. Если бы нам удалось найти его, мы смогли бы уничтожить весь выводок этих тварей. Что тебе известно? Понятно. Хорошо. Да, храните. Скорее всего, ты прав. А другого товарища мы где найдем? Мне просто интересно, тут есть еще что-нибудь полезное? Так. Ты у нас ничего интересного не скажешь. Нифига себе, сколько там руды. Вы? Вы со мной тоже болтать не будете особенно? Блин. Огромные шахты просто нереально, а? Вот она где, тусовка основная, да? Отлично. Я слышал, что ты плавильщик. Ты умный парень, однако. Прям вылитая копия нас. Ты можешь дать мне немного руды? Если у тебя есть какой-нибудь товар на продажу. Понятно. Ничего интересного. Хорошо. Так. Проснись. Я ищу логово ползунов. От главной шахты отходит множество пещер. Но логово там нет. Да пробудится спящий! Не все так легко, да? Проснись! Чем ты занимаешься? Я охочусь на ползунов. Можешь рассказать мне, как охотиться на ползунов? Когда имеешь дело с этими тварями, важно помнить одно. Если увидел ползуна, беги к нему и атакуй его первым. Важно убить его как можно быстрее. Сражайся без страха и убивай без пощады. Ну, спасибо, братюня. От всего сердца. Прям советы дал. Советы. Блин, я ему и с Рудой буду разговаривать. Что здесь делает Орк? Он работает здесь с тех пор, как его поймали стражники. Его даже не заковали в цепи. Почему он просто не убежит? Один раз он уже пытался. Стражники так отделали его, что он не мог ходить несколько недель. С тех пор он уже не помышляет о побеге. Понятненько. Ничего интересного нам никто не скажет, да? Так, ну, пойдем тогда навстречу с первым ползуном. Что я могу сказать? Так. Во второй слот. Угу. Ну, товарищ. Сначала попробуем, конечно... Замечательно. Арбалет действует на них исключительно хорошо. Так, челюсти ползуна. Опасно, конечно, с ними, да? Очень. Очень. Так. Уже прогресс. Нет, тут можно прокачаться однозначно. Очень круто. Опачки. Так. Ауч. Э-э-э-э-э. Идите отсюда. Засранцы. Покусать мне решили, да? Так. Давайте мы сейчас восстановимся тогда. Настолько, насколько это возможно. У нас для этого полно жареной курицы. Так. Все отлично. Вот, другое дело. И сохранимся еще раз. Во второй слот. Ну, супер. Ну что? Дубль два. Сначала они, получается, танцуют вокруг нас, а потом атакуют, да? У-у-у-у! Да падла! Тут неприятно было. Очень. Так. Хорошо. Да что ж тут? Стреляй! Кучу болтов мне в никуда пустил просто. Так, ползун. Еще один ползун. Конечно, на этих челюстях и всех мы особенно не наживемся, я так предполагаю. Но вариант как бы есть. Вариант есть. Опачки. Так. Крушитель. Эликсир. Вороньи травы. И что, все что ли? Только ради этого мы мочили столько ползунов и рисковали жизнью? Жесть. Что хоть за крушитель-то? Хрень, наверное, какая-то. А! Дубликат того, который у нас есть. Ну, его хотя бы продать можно. По сравнительно хорошей цене. Стоп. Я уже забыл, у меня с головы вылетел. Мы этого обыскивали, товарища? Да, уже успели обыскать. Хорошо. Одно ответвление мы очистили от ползунов. Остались остальные. Ну, и, конечно же, опыта получили. Который можно теперь вбухать будет. Либо в одноручное оружие, либо в какое-то такое. Вороньи травы. Вот я их собираю. Смысл от них есть или нет, я не знаю. Да и проверять мне лень. Потом мы в любом случае узнаем. Так, стоп. Факел можно подобрать опять? Нет, факел, к сожалению, уже подобрать нельзя. Абсолютно. Хорошо, идем сюда. Опачки. Оу, чевалим. Так, пускай они там за меня все это сделают. Конечно, мы не получим особенно ничего, да, с этого. Но тут все жестоко, потому что их было очень много. Так, у нас кровотечения, что-то их даже не заметил. Быстро. Так, где этот вороний? Вороньи травы. Будем жрать их тогда. А, это бонус к мане, блин. Их продавать надо, они совсем бесполезные. Хорошо. Замечательно. Конечно, нам бы срочно нужно обучиться арбалету, потому как опасно. Ну, давай сожрем. Почему бы и нет. Так. Мы все, ходим, ходим. А я даже не знаю, куда мы в итоге придем вообще. Придем ли мы куда-то вообще или нет. Тоже не могу сказать. И вот здесь вот это вообще... Мы правильно сейчас по лестнице лезем? Куда-то придем? Или тоже бестолково совершенно? Непонятно. Непонятно. Кольцо. Ишь ты как. Только ради кольца пришли. Ну, сейчас спустимся и проверим, что это за колечко такое. Надеюсь, какое-нибудь полезное, а не какое-нибудь там кольцо на ману. Совершенно ненужное. Так. Бонус к ловкости. Давайте поставим. Почему же нет? Неплохо сходили. Достаточно неплохо. По идее, мы должны лучше, как бы, стрелять. Костяной лук. Что мы с него получим, с этого лука? Ай, 36 урона всего. Стоп, что там, еще что-то было? Стрела, стрела, стрела. Понятненько. Бестолку. Вот с тебя мы, да. Луки еще не собирали. Хорошо. Потихоньку так мы все это дело перерабатываем. Давай. Торгуй со мной. Ты можешь... Есть! Так, что мы тебе можем предложить? Ну, во-первых... Все, что мы успели по нас собирать с этих тварей. Ты мне давай 75 руды. Коль на то пошло. Знаете, трупы давайте мы оставим. Ну вот. 70 уже... Единицы руды мы с вами, как бы, отработали. Можно пройти. Пускай там крутят барабан. Дальше. Это такое поле чудес, скажем так. Рудокоп, стражник. Тут еще дальше шахт идет, оказывается. Офигеть. Одни рудокопы, с которыми даже не поговоришь толком нормально. Что как бы печально. Еще рудокоп. Окей. Понятненько. Ситуация не такая уж и приятная. Что ж, друзья, давайте втором на этом серии завершим. Надеюсь, она вам понравилась так же, как и мне. Ставьте пальцы вверх, добавляйтесь, подписчики. Всем спасибо за внимание и пока. Всем пока.